Истерика на болотах усиливается. Крики все истошнее и бессмысленнее. Потому что они понимают, что война проиграна. С этим согласны даже отмороженные террористы вроде Стрелкова Гиркина. Давайте смотреть правде в глаза. Целью этой войны был захват Украины, смещение законной власти и превращение ее в Белоруссию 2.0. Эта цель была утеряна еще в первый месяц войны после неудачной попытки захвата Киева. После этого задачей максимум стало уже только отторжение от Украины как можно большей территории, по примеру Донецка и Луганска. Что было, что показать российскому народу. Для этого даже провели безумные референдумы в еще даже не захваченных областях. Но и эта цель стала призрачной после потери Херсона. Решили сосредоточиться на Донбассе и поэтому в истерическом порыве полгода штурмуют городишко Бахмут. Но и эта цель не дается. Вне зависимости от падения или удержания Бахмута до границ Донбасса еще очень-очень далеко. Стратегии никакой. Это уже не стратегия победы, а попытка выйти из войны с наименьшим политическим ущербом. И поэтому все жертвы для россиян бессмысленны. Пока российские войска вал за валом ложатся в землю в степях под Бахмутом и Кременной, Украина готовит мощное контрнаступление при помощи нового западного оружия. Задачи и стратегии Украины просты и ясны, и они диктуют ясную, четкую логику продолжения войны. Задачи русских толком не может уже озвучить ни один матерый ватник, ни один пропагандист. Про демилитаризацию и деноцификацию стараются не вспоминать. Попытка запугать Запад ядерным шантажом провалилась. Русских послали курсом их военного корабля. Осталась только одна надежда на Сизерена, на дядюшку Си, который приедет и как-то все разрулит. Нет, оружие дяде Си не даст, он не такой идиот, но авось какой-то выход найдет, потому что у самих такого выхода уже не видно. Но это только начало, только очередной перелом. Это примерно битва на Курской дуге в терминах Второй мировой войны. Поэтому все интересное еще впереди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Всем добрым людям всего доброго. Добро безусловно победит.